Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 13 августа, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфина, глава 5, стихи из 10 по 15. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей Богу, же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестем. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над Вторым Посланием апостола Павла Коринфина. И вот в предлагаемом нам сегодня отрывке апостол Павел пишет «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Конечно же, здесь говорится о втором и славном и страшном в то же время пришествии Господа нашего Иисуса Христа во славе. Это то пришествие, которое мы веруем и которое всякий раз провозглашаем на литургии, когда поем символ веры. И мы ожидаем Христа, пришедшего не в уничижении, не в рабском состоянии, когда он пришел в Боговое воплощение, когда он пришел на землю первый раз, но уже в своей славе, в теле обновленном, в теле воскресения. И придет он для того, чтобы судить мир и уже подвести итог всей человеческой истории, для того, чтобы нам уже, так сказать, встать праведникам и святым Одесную, а всем иным Ашую, престола Божия. «И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». «Зная страх Господень», — пишет апостол Павел, действительно, страх Господень — это неотъемлемая часть жизни всякого христианина и всякого верующего человека. И действительно, о страхе Господнем нам говорит весь корпус ветхозаветных учительных книг. Да не только учительных мы можем встречаться с этой терминологией в пророческих книгах. И, например, в книге Иова мы читаем о том, что Иов называет мудростью, началом мудрости, мудрости, и истинной мудростью — это страх Господень. Неоднократно в притчах Соломона мы читаем о том, что начало премудрости — страх Господень и так далее, и так далее. В салмах мы слышим о том, что боящиеся Господа унаследуют его славу. Поэтому страх Господень необходимым образом сопутствует духовной жизни человека, верующего во Иисуса Христа и в истинного Бога. И таким образом мы должны уточнить, что имеет в виду апостол Павел под словом «страх Господень». Данный страх не имеет ничего общего со страхом, который имеет собака, над которой занесли кнут, чтобы ее ударить. Она зажмурилась, и она боится, ожидая последующего за этим взмахом удара. Не об этом страхе говорится здесь, но говорится о страхе обидеть с чем-то того человека, которого ты безмерно любишь, подвести его. Это страх ответственности в том смысле, что мы обладаем ответственностью за свою судьбу и за свои отношения с Богом. И, имея мир с Богом, мы должны бояться потерять этот мир. Но это ни в коем случае не животный страх, не страх безумный, но страх осмысленный. Поэтому, зная страх Господень, мы его разумляем в людей, говорит апостол Павел. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестем. Действительно, апостол Павел говорит об этом, говорит о том, что он имеет страх Господень, потому что у него есть противники, которые обличают, пытаются обличить в глазах христиан апостола Павла. И они пытаются расшатать то доверие, которое он завоевал своей проповедью у коринфян и у других христиан. И апостол Павел понимает, не из-за того, он пытается восстановить это доверие и пытается удержать его, не из-за того, что он горд, и ему неприятно все то, что делают эти лживые люди, которые пытаются его оклеветать. Он это делает только для того, потому что понимает, что это может навредить слову его проповеди, это может поколебать в них доверие к его словам о Христе. И это наибольшая угроза, чем какая бы то ни была, от этих клеветических наветов на апостола Павла. Он это понимает, и поэтому всячески пытается отстоять, отстоять свое доброе имя во славу Божию. Именно чтобы люди, воспринимая слова апостола Павла, не имели к нему никаких претензий, как к человеку. Потому что человек всегда имеет такое свойство сообразовать те слова, которые он слышит от человека, с образом его жизни, и с тем образом, который он, с тем представлением, и тем знанием у человека, которое он имеет. И поэтому плохая репутация апостола Павла нанесет урон и его проповеди. Поэтому он борется, борется с этими клеветниками, с этими лжеучителями, которые пытаются расшатать коринфскую общину. Далее он говорит, если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. И здесь апостол Павел говорит о том, что иной раз та энергия, которая исходит из него в смысле его усилий, его стремлений, его воли к тому, чтобы проповедовать Слово Божие, назовем это энтузиазмом. Этот энтузиазм, он вызывает среди людей, мог вызывать среди людей определенного рода реакцию. Когда мы видим человека-энтузиаста, который пытается что-то сделать вопреки всем жизненным обстоятельствам, мы, скорее всего, назовем его неким безумцем. И также противники, критики апостола Павла называли его неким безумцем, глядя на этот его энтузиазм. И здесь же апостол Павел выдвигает контраргумент против такого обличения. Он говорит, если мы выходим из себя, то для Бога. Если мы превосходим свои силы, если в нас этот огонь энтузиазма горит, то он горит только потому, что мы хотим послужить Богу. Но в то же время апостол Павел понимает, что всегда нужно быть благоразумным и адекватным. В каждой аудитории нужно начать начинать с малого, чтобы своим энтузиазмом никого не спугнуть и не навести на неправильные мысли. И далее он пишет, если же скромны, то для вас энтузиазм для Бога, а скромность и осторожность для людей, чтобы никого не смутить и не повредить делу проповеди. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Здесь апостол Павел говорит об этой истине, об истине того, что Христос умер уже за нас. И мы все в крещении умираем вместе со Христом, дабы, как Он воскрес, так же и нам обновиться воскресением, обновить растливающееся наше естество, растливающееся от грехов, и этим обновлением обеспечить себе жизнь вечную. Таким образом, в купеле крещения мы рождаемся для новой жизни и умираем, и воскресаемся Христом, и таким образом уже принадлежим Христу. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Поэтому мы живем уже крещенные, и не принадлежим себе, но принадлежим безраздельно Богу, поэтому и греша, мы грешим прежде всего против Бога, потому что мы уже Его, мы посвящены Ему, и мы крещены во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Не будем забывать об этом, будем помнить об этом всегда. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при высшем небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова